50-й дом по улице Комсомольской родители завещали разделить поровну, но 50 на 50 у двух сестер не получилось. Старшей Людмиле досталась комната и кухня, младшей Ларисе только комната, что сразу стало причиной споров и судебных разбирательств. С ними теперь никаких компромиссов не может быть. У нас дело зашло очень-очень далеко. У Людмилы свои претензии. Наследство не только в прямом, но и в переносном смысле развело сестер по разным углам. Мы не суть решения ключей дать, даже мы ключей не имеем от дома. Подобных семейных споров суды республики только в прошлом году рассмотрели более 500. Резкое увеличение числа исков в судебном департаменте связывают с периодом массовой приватизации начала 90-х. Как раз сейчас пожилые владельцы начали постепенно уходить из жизни. Возросший уровень благосостояния тоже важный, но не первоочередной фактор. Семейный конфликт может разгореться даже из-за мелочей. Сарай делят и даже там бывает так, что, например, дом все уже поняли кому, а там вот гараж, шифер. Даже из-за этого братья и сестры становятся врагами. Оспаривая свою долю, наследники порой не гнушаются никакими аргументами. Почему ему, например, как мне, если я больше за родителями ухаживаю? Почему ему больше, чем мне, ему, например, пока мать была жива, пенсию отдавала? Чтобы не рассорить наследников, собственникам советуют подробнее составлять завещание. А самим потомкам помнить древнюю мудрость. Ты не знаешь человека до тех пор, пока не начнешь делить с ним наследство. Анна Приновец, Владимир Найскин, Андрей Климатев, Вести Мордовия.